Глава азербайджанского государства поучаствовал в открытии Центра Асан в Баку. Он является шестым по счету в Баку и двадцать первым в стране. В последние годы были предприняты значительные усилия по внедрению информационных и коммуникационных технологий в деятельность государственных органов. Создана соответствующая нормативно-правовая база. Большинство государственных учреждений гарантируют предоставление электронных услуг населению. И этот процесс быстро продолжается. Создание таких центров – новшество, помогающее людям получать специальные услуги. Сообщается, что в Центре номер 6 различные государственные учреждения, частные компании и государственные службы будут оказывать более 320 услуг всем гражданам, независимо от того, где они прописаны. Всего в Центре будут работать 230 человек, включая государственных служащих и 85 волонтеров. Глава государства также был проинформирован о Хакатоне Global Defense Technologies, в котором приняли участие более 500 человек из 16 стран, и о политике твитов во время Карабахского конфликта. Отметим, что в это время первое место заняли твиты главы государства, набравшие 396 тысяч просмотров. Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о социальном инновационном технопарке Асан, проектах специальных очков для слепых и премии Асан Айцеско. Также было объявлено, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового постоянного координатора ООН в Азербайджане. Она передала министру Байрамову копию своего официального письма. Министр Байрамов поздравил нового координатора резидента с назначением и пожелал ей всяческих успехов в работе. Министр отметил, что ее богатый опыт будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ООН и агентствами ООН. Координатор выразила уверенность, что почти 30-летнее сотрудничество страны с высокопоставленной ООН будет продолжено. Координатор отметила, что ее первые впечатления от страны были очень хорошими и сказала, что совместные усилия будут продолжены и сосредоточены на достижении конкретных результатов, от существующего сотрудничества. Подчеркнув, что страна борется с угрозой COVID-19 и переживает процесс послевоенного восстановления, она выразила готовность поддержать Азербайджан в этом отношении, убедившись, что никто не останется позади. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам, связанным с реконструкцией и восстановлением освобожденных территорий, процессом разминирования и реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.